Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня я покажу вам четвертую тренировку из серии Full Body, которую я пропагандирую, которую я придерживаю сам. Я очень рад, что вам понравились предыдущие три части. Ссылочки оставлю в описании к ролику. И это одна из моих любимых тренировок. Прокачивается практически все тело, чувствуешь нереальный памп и сумасшедшую прокачку, сумасшедший драйв. Но перед тем, как ознакомить вас с четвертой тренировкой, давайте вспомним, что было в предыдущих трех частях. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, перейдем непосредственно к нашей тренировке. Естественно, после общей разминки мы с вами приступаем к тяжелым экстензиям. Становой тяги не будет сегодня, поэтому будут реально тяжелые экстензии. Делаем 4-5 рабочих подходов на 8-12 повторений, постепенно-постепенно добавляя вес. Именно гиперэкстензии в конце тренировок помогают мне сохранять мою спину здоровой, забыть о грыжах и протрузиях. А также экстензии в начале тренинга, которых у меня очень много вариантов, как минимум 4. Вы все можете увидеть на моем канале в специальных роликах. Найдите, изучите и будет ваша спина говорить вам спасибо всегда. Вы сможете приседать, делать становые тяги, при этом не испытывать не то что боли, а даже дискомфорта. После того, как мы с вами сделали экстензии спины, переходим к одному из моих любимых упражнений на широчайшие мышцы спины. После подтягивания. Это тяга штанги в наклоне. Обратите внимание, что наклон у нас, как советует Дориан Яц, и это действительно правильно, не очень большой. Это позволяет работать с более серьезными весами. А вы знаете, с чем большим весом мы работаем на заданное количество повторений при хорошей грамотной технике, тем больше и сильнее отдача от самого упражнения. Необходимо чувствовать каждый миллиметр амплитуды движения. Понимать, ваше тело должно ощущать, что тянете вы не руками, а спиной. Руки это как веревки, привязанные к вашим широчайшим мышцам. И при таком положении, что самое главное, безопаснее для поясничного отдела позвоночника. Как рекомендуют делать большинство фитнес-гуру, когда вы наклоняетесь максимально? Это, во-первых, непродуктивно. Во-вторых, широчайшая мышца в таком положении не может сократиться и показать максимальное усилие. Так зачем это нужно? Эффект от упражнения ниже, риск получения травм и проблем позвоночника выше. На мой взгляд, это одно из самых тупых упражнений, которые когда-либо были придуманы. Что мы делаем? Мы в этом упражнении за три подходика разминочных поднимаемся плавно к рабочему весу. И выполняем три рабочих подхода на 12-10 повторений. Следующее упражнение тоже на широчайшей мышце спины. И делать мы его будем в специальном станке Хаммера. Не расстраивайтесь, если у вас нет такого станка, вы можете смело делать это упражнение в обычном вертикальном блоке. Взявшись обратным хватом за прямую рукоять. И опуская локти, сводя лопатки вместе вниз. Так будет работать широчайшая мышца спины. Запоминайте, что когда мы работаем на грудные мышцы и на широчайшие, сведение лопаток обязательно. Когда мы работаем на дельты, сведение лопаток должно быть исключено. Также разминочные подходы здесь уже не нужны. Широчайшие разогреты, готовы к работе. И достаточно будет выполнить 2-3 рабочих подхода. Чисто по вашим ощущениям. Работаем до отказа. То есть, если у нас с вами необходимо выполнить 8-12 повторений, и вы чувствуете, к примеру, что 10-11 или 12 повторение будет для вас предельным, вы не сможете его выполнить в идеальной технике, мы останавливаемся и дальше не работаем. Это залог роста силы и, соответственно, мышечной массы. После мы с вами переходим к работе над дельтами. И сегодня будем сжать гантели. Также за 3 подхода разминочных мы плавно подбираемся к рабочему весу дня. Сегодня нужно выбрать диапазон повторений от 12 до 15. И сделать 3 рабочих подхода. Хорошенько сосредоточиваясь на амплитуде движения. Не опуская гантели ниже уровня ушей. Помнить о том, что большие пальцы рук должны быть всегда чуть ниже, чем мизинцы. И негативную фазу движения замедляем. Как в принципе и всегда. Чувствуете, как работают ваши дельты. Обязательно. Не сводим лопатки. Помним, когда мы работаем над дельтами, лопатки мы с вами не сводим. Следующее движение, друзья, на задний пучок дельтовидной мышцы. Почему я всегда стараюсь делать акцент на заднем пучке? Я уже не раз это говорил в своих статьях и видеороликах. Именно задний пучок недополучает нагрузки. Именно на задний пучок большинство из нас не делает акцент. И он у нас маленький. Посмотрите на обладателей огромных шаровидных дельт. Это в первую очередь, конечно же, мощный, хорошо развитый задний пучок. Именно задний пучок будет диктовать, как это ни странно, насколько большими могут быть остальные два пучка. Передний и боковой. Обращайте на это особое внимание. Делаем два разминочно-подводящих подхода и три подходика на 12-15 повторений. Хорошо чувствуя амплитуду движения, не сводя лопатки вместе. И по возможности делая легкую паузу, когда руки разведены в стороны. Медленно, в три раза медленнее делаем негативную фазу, чем позитивную. Тогда будет огромный эффект, огромный памп. Вы будете чувствовать, как увеличиваются ваши дельты. Сегодня, как многие из вас догадались, мы делаем еще и работу на трицепс. Чтобы проработать лучше всего все наши три пучка, а они, в отличие от дельт, работают при любом упражнении, невозможно изолировать какой-то отдельный пучок таким образом, чтобы два других отдыхали. Это нереально. И мы выберем с вами жим штанги лежа относительно узким хватом. У меня это хват чуть уже дельт. Ни в коем случае не делайте очень узкий хват. Во-первых, вы не сможете работать с достаточно солидным весом. Во-вторых, вы не сможете просто уберечь ваши суставы от травм. И зачем это нужно? Опять-таки, риск травмы выше, отдача от упражнения ниже. Просто соблюдайте технику. Медленно опускайте локти вниз, стараясь прижимать их к корпусу. И мощно выжимайте от грудных мышц вверх. Кстати, грудные мышцы тоже будут работать, получат свою дозу, свою норму работы. Несмотря на то, что мы с вами прошлую тренировку прорабатывали грудные мышцы. Кстати, многие спрашивают, сколько отдыхать между такими тренировками. Друзья, все зависит от вашего графика, от того, как вы спите, как вы отдыхаете, как вы едите. Какова у вас работа, работаете ли вы, хорошо ли вы отдыхаете. Конкретные цифры. От двух до четырех дней можно смело отдыхать между данными тренировками и получать результат. Если вы чувствуете, что недовосстановились, смело добавляйте один день отдыха. Будет только польза. Сколько отдыхать между подходами? Тоже такой вопрос. Друзья, я отдыхаю ровно столько, сколько мне нужно на то, чтобы восстановилось мое дыхание. Как только я почувствовал, что я дышу нормально, я сразу же приступаю к выполнению подхода. Я ни в коей мере не слежу за часами и не довожу до двух минут отдых между подходами. Конечно, если это не становая тяга тяжелая или приседания. Иногда это может быть и пять минут. Ну что, друзья, вот и закончилась наша тренировка. А как вы помните, в эту тренировку мы с вами должны еще поработать над икроножной мышцей. Сегодня это подъемы на носки стоя. Помните о технике выполнения движения. Это очень и очень важно. В голени важно чувствовать эту работу мышц. Естественно, стараясь работать с солидными весами. Меньше 12-15 повторений на икроножной нет смысла делать. И, кстати, забудьте о мифе, что икроножная и комбаловидная работают как-то по отдельности. Поэтому мы с вами на одной тренировке делаем подъем на носки сидя, а на другой тренировке мы с вами делаем подъемы на носки стоя. Чередуя эти упражнения одно с одним от тренировки к тренировке. Конечно, друзья, тренировочку мы с вами любую заканчиваем гиперэкстензиями. Это 4-5 подходов на 12-15 повторений. После этого нужно сделать легкую растяжку и заминку на каком-либо кардиотренажере. Но заминку, то есть когда мы с вами постепенно приводим организм в до тренировочное состояние. Друзья, обязательно делитесь данным видеороликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня, для канала. Ставьте лайк, пишите, что вам нравится. Ставьте дизлайк смело и пишите, что вам не нравится. И то, и другое помогает развиваться и мне, и каналу. Также, друзья, не забывайте приобретать мои книги. У меня есть книга отдельно для мужчин, есть книга отдельно для женщин. Это даже не книги, друзья, это справочники. Это, не побоюсь этого слова, Библия для тех, кто только начинает свой путь или идет уже по нему. Благодаря этим книгам, неважно, парень вы или девушка, вы сможете проанализировать свой путь, если вы уже тренируетесь. Вы сможете грамотно начать свои тренировки, если вы только подходите к нашему движению. А что может быть важнее, чем грамотно и правильно начать? Это очень и очень важно. Вы будете получать пользу, не будете делать ничего лишнего, при этом сохранять и улучшать свое здоровье, экономя время. Если хотите приобрести мои книги, пишите мне в контакт в личку, и я вам скажу, как это сделать. Ну что, друзья, увидимся, как всегда, в следующий раз в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok